здравствуйте друзья и как всегда по воскресеньям с вами программа место встречи программа в которую мы приглашаем интересных гостей для вас и беседуем с ними без цензуры сегодня у нас интересная тема я бы сказал актуальнее наверное сейчас просто темы нет огласим ее чуть позже а вы должны посмотреть программу до конца я думаю как считаешь и в конце написать комментарий поставить лайк и подписаться на наш канал да и обязательно ваше мнение потому что мы будет нам очень интересно ты помнишь чего мы начинали нашу первую программу самую первую с клипового мышления точно молодежь и клиповое мышление и вот так вот плавно можно перейти к развитию нанотехнологии квантовой физики что привело в конечном итоге к метавселенной и так друзья вы знаете что фейсбук ну а к нему уже привязан и ватсап и инстаграм инстаграм и мессенджер да уже не существует как фейсбук или инстаграм или мессенджер а сейчас это все мета и даже вот такой лайк поменялся на знак и символ бесконечности греческий слушай мы возвращаемся греции все греческое не просто греческий знак а знак перевернутый в бесконечность то есть греческий но может быть и такой намек что мы переходим к тому что жить будем вечно однозначно ну смотри илон маск запускает спутники и обещает сделать интернет бесплатный есть такое а если он не сделает интернет бесплатный то не каждый человек сможет участвовать в метавселенной которая придет так вот мы с артемом сделали такой макро анализ интернета где в общем-то каждый уже ну каждый авторитетный эксперт говорит что метавселенная наступит окончательно 2030 году официально марк сукерберг объявил что ему надо 10 лет сейчас он собирает программистов программистов 3d дизайнеров командов команды который сможет это все трансформировать виртуальный мир тоже ты готов быть мета артем ты знаешь я еще наверно с того поколения где мне важно пощупать потрогать так тебе будет дан костюм вот в нем там тебе и будет все щупать и трогать ты только захотел там где-то что-то электричеством тронуло если это не больно я согласен я не знаю типа начало 100 процентов будет больно все закажут в китае китай все поставят обновят прошивку и тогда уже и прошивку и перешивку помнишь мы с тобой в наших частных дискуссиях говорили что страна мир катится к тому что мы будем жить ну грубо говоря в капсулах что там три-четыре комнаты человеку не надо это долго пылесосить да во вторых надо пылесосить да а оси а мы переходим в то пространство где грубо говоря надо в доступ к интернету однозначно надо что-то еще будет решить питание ну и готовить мужики-то таблетки какие-то там нет в принципе доставка останется кстати доставка это наверно будет перспективно и кстати вот это вот гастрономия которое сейчас какое-то время удаленное уйдет на доставку да на приготовление пищи и доставку и надо скорее всего но все-таки вкусовые ощущения как-то организм надо подпитывать потому что кто же будет тогда пока еще да но биоинженерия обещает что мы плавненько уйдем и от пищи да укол сделай и живи 20 лет еще один 20 20 лет а потом когда надоело отцифровизировали тебя и твой клон цифровой живет вечно там где нет ни времени ни расстояния ну да принципе да принципе все же протестировано аватар у меня уже даже свой есть но какой-то такой еще не сформированный то что его дело программа молодой молодой его делала программа на простом мобильном телефоне а все остальное это уже есть уже есть виртуальные офисы уже есть понимание удаленной работы но пандемия это дала протестировать многие корпорации и фирмы работали удаленно не выходя из дома и кстати фирма nike уже заключила договор и выкупила права я не знаю правда у кого она выкупила выкупила все права на производство виртуальных кроссовок которые будут только для аватаров кем мы все с вами станем то есть там будет своя одежда там будет своя свое пространство там будут свои путешествия там будет вся жизнь будет там осталось купить гарнитуру хорошую одеть эти очки одеть наушники я не знаю чтобы меньше било током ну да лучше чтобы не било вообще но кто будет себя плохо вести наверно тут же будет бить током и отключать и отключать от жизни с одной стороны это будет конечно контроль по полной программе ну понятное дело так то нас трудно выключить с тобой в реальной жизни а вот из интернета вытащить это будет но между прочим по всем психологическим опросам вот принципе тот человек который придумал лайк он поднял в три раза суицид поэтому даже в инстаграме отменили функцию лайков они как бы есть но ты можешь ее скрыть так как среди молодежи начинались неплохие венья то есть человек который еще ну подросток еще где не совсем окрепила психика мозг вот это вот знаешь оценка лайков но в основном это было среди подростков девочек которые получали как бы меньше лайков чем ее подружки это были суицидальные мысли депрессия поэтому было большое расследование разбирать до сих пор марка цукер и выгод пытаются взять за одно место по поводу этой тематики и пока на что они пошли ты в инстаграме есть возможность отучить количество лайков слушай ну как они его возьмут ну заплатит он штраф миллион для него миллион это как для тебя потратить его трудно за что залить бак бензин за трудно за что-то взять потому что все про все правительство пользуется его сетями а когда ты пользуешься инструментом созданным человеком это он про тебя знает все с кем ты общаешься о чем ты разговариваешь все твои интересы пристрастия и так далее то что ты даже не хочешь афишировать в принципе контроль будет тотальный потому что все за этим можно будет следить абсолютно за я думаю может быть когда мы с тобой начнем новостные программы мы обсудим то что сейчас многие говорят о военных конфликтах локальных я бы хотел бы затронуть тему наши с тобой эти все конфликты о том что может быть и будет конфликт но между корпорацией до государства да скорее всего потому что сейчас мы уже пришли к такому пику когда корпорации наверное влияют больше на листовую чем само государство и на людей на государство не влияет и контролирует и контролирует государство уходит на второй план поэтому конфликты между государством это просто тот же фейк который может быть тем более сейчас мы живем в эпоху трансформации от реальной жизни в метавселенную это будут и новые законы это будут новые принципы и порядки как существовать новый подход к жизни даже то же самое социальная психология одно дело мы общаемся совсем другая видя друг друга так да и вся медицина уйдет туда там же я даже не знаю как операция кстати мы должны будем пригласить и показать что такое рассказать вернее что такое операция ты знаешь и я думаю мы сможем это реализовать как проходит операции на расстоянии я думал готовьтесь друзья это будет тоже и у нас программе ну а после нашей программе это конечно пойдет мир как всегда как всегда ну что ж мы плавно перейдем к нашей гости сегодня вот нас уже ожидает гость нашей студии это талантливая художник иллюстратор дизайнер мета дизайнер татьяна давыдова с которой я познакомился пару лет назад и она так сказать благодаря ей я вошел она меня познакомила с этим чудным миром мета началом просто художника художник это моя проводница в художественный мир нашей округи из которого ты теперь выйти до сих пор не могу и не хочу и не хочешь и не будем и не будем не переключайтесь не переключайтесь ну что теперь мы некоторые вопросы зададим непосредственно татьяне давыдовой том ее творчестве и и планах на будущее и вообще о том как развиваться будет мета вселенная особенно творчество мета творчество которое уж теперь будет принадлежать наверно только нет это творчество 21 века или уже двадцать второго 21-22 я думаю я думаю это творчество будущего по любому однозначно а мы еще застанем рассвет этого творчества ну мы же перейдем в аватар и аватар застанет и будем жить вечно ну конечно ну конечно ходить по музеям смотреть когда хотели что хотите вешать себе картины какие смотрят сколько будет стоить и вся гарнитура она говорят сейчас будет не дешевая между прочим первое но потом как китайцы обязательно это как первые мобильные телефоны помнишь сколько они а потом она стала доступна как-то будет доступна очки специфические руки ноги звук костюмы и наконец-то не будет существовать времени и пространство нажал кнопку в австралии а инштейна так вообще выбросим на помойку ну его формула уже будут не действительно конечно ну что возвращаемся от инштейна к тебе да давайте давай начнем так с чего ты начала я вот мы когда разговаривали с тобой за кадром ты сказала что также начинала с фотошопа в общем-то многие начинали произведения свои делать фотошоп то есть цифровое и цифровым искусством я начинала заниматься с фотошопа даже больше скажу я еще даже в индизайне что-то там рисовала потому что мне нужно было верстать книги и я думаю мне надо строчку эту иллюстрацию и быстренько там что там такое вышел векторная графика векторная простая но все равно начинала вот именно с оформлением книг да это нет начинала вообще я как все художники с художественной школы классической художественной школы сначала был кружок пионерский потом пионерского кружка все-таки все это все в ответе все метавселенные начинаются с пионерских кружков всегда русские вечно виноваты во всем но я обычно по-другому слушал не русские вечно виноваты мы будем это с детства потом я закончила университет педагогический художественно-графический факультет потом когда приехала в германию я закончила еще коммуникацион с дизайн в дюссельдорфе поэтому дюссельдорф люблю это уже то есть немножко еще и преподаватель поскольку ты педагог да я и преподаватель я и дизайнер я и иллюстратор я и издатель книг тоже то есть я ну и что те знания которые подходят для методов коммуникация дизайн и все так или иначе приводит в рим все приводит туда же да то есть сейчас конечно же вот эти два года интернет прямо действительно стал частью нашей жизни раньше бы наконец-то в германии благодаря ловится благодаря пандемии пришла цивилизация пришла интернет цивилизация да и действительно очень все практически все ушло в интернет в онлайн и возможно и в новую вселенную хорошо а какой сейчас ты программой пользуешься чем ты сейчас после фотошопа я еще работала в иллюстраторе и до сих пор работаю я работаю с тремя программами и еще сейчас я открыла для себя ну не сейчас а уже года три я пользуюсь проклей эта программа тоже действительно великолепная она не зависает она технически дает огромную-огромную палитру различных инструментов там можно и рисовать не отличишь в общем-то и акварель расскажи немножко вообще как это все самое интересное я добавлю да по поводу этой программы может кто-то смотрит из этой программы эта программа которая действительно дала свободу в творчестве потому что как она не подвисала что сам когда работал фотошопе когда делаешь слой на слой и она программа начинает долго думать они добились даже на старых планшетах потому что программа это действительно три-четыре года она первая которая вышла это программа не помню как называются конторы но она работает только на а я думаю ты с них деньги взял а ты еще не знаешь это мы возьмем после программы а вдруг понравится да и она же даже и поддерживает этот прелесть в чем да вот например фотошопе ты рисуешь чёркаешь вот как любой художник делает какие-нибудь зарисовки эскизные да там много-много всяких свежоденевые или как ну карандашки один минус всего этого дела есть один минус какой нету запаха красок нету вдохновения я бы не сказала что это минус я бы сказал что это большой плюс для многих особенно очень чувствительных на запахи краски но если вдруг какой-нибудь инфекционные заболевания то это и так не будешь да краску понимаешь то есть что да а многие художники брали вдохновение благодаря понюхали на химическим составом и вдохновились а тут получается сидит чистая ацетона не понятно же это художник откуда вдохновение так это вдохновение пур да не разбавлено а ты вообще красками когда-то что-то писала да я писала я и маслом и акрилом и акварель графика в основном акварель графика моя любимая была техника нет такой нехватки вот это вот где-то мазануть на рукаве там что ты ходила в этом творческом процессе вот у нас приходили художницы все грязные да все там где-то на юбке пятно там где-то может быть мне этого не хватает но в принципе но можно отдельно поставить красочку так значит да если прям очень хочется я действительно морозу краски обмажешься и зверу акварель беру бумагу и сижу по черту потом а надо обязательно это все вымывать и должен вот хорошая штука сяду я на на своем планшетике порезу другой стороны никогда такую палитру не купишь там по-моему шестнадцать с половиной миллионов оттенков 16 с половиной до на то что поддерживает ipad экрана да там действительно очень много мало того а там еще можешь на этой программе ты можешь себе например какую-то палитру уже сразу с фотографии перенять себе в программу роста палитру переносишь фотографию тебе эта палитра дает всю раскладку цветов ну великолепно теперь у меня получится то то что я хотела да не надо мешать это конечно минус потому что с красками нужно уметь обращаться то есть ты не чувствуешь тогда это естественно или нести то есть если ты подражаешь технике масла но ты не раньше этим не работал маслом то в прокреете наверно у тебя не получится так технично рисовать дай ему хоть двадцать айпадов все равно это будет крестик и ноль нет есть есть которые не умеют рисовать но там все равно что-то могут сделать шаблонами при помощи них есть свое видение они смогут но имитировать вот то что вот мы до привыкли называть маслом акрилом холст холстом они не смогут так скажи как ты почувствовала что будет пандемия коронавируса что мир уйдет в виртуальную реальность ты же начала этим заниматься еще до всех этих событий кто тебе шепнул на ухо завязывая с красками переходи на цифру да вот у меня есть муж который очень не любит запаха краски это очень раздражалось особенно пятнышки на моих шторах его очень сильно раздражает а был еще и пионером то все понятно но благодаря этому тоже как бы готова переходить в виртуальный мир я почему готовы я уже перешла в виртуальный мир кстати хотел бы сказать для наших зрителей я познакомился с станей по фейсбук благодаря тому что именно увидел рисунки созданы на ipad и помнишь да мы с тобой списались и потом благодаря тебе я познакомился с кружком творческих лиц и мы сделали небольшие такие подкастики и часть из них у нас уже даже были с тобой на программе были до сих пор краска а ты вот ну что ты пишешь какое-то если направление или это все я могу открыть ну вот я принесла последнюю свою свой проект он посвящен моему городу золинген где живу 20 лет а ему может что-то посвятить этому конечно на самом деле этот город очень интересный и он находится вроде бы в природе но все равно и вся инфраструктура там центра есть вот и мне очень нравится там и архитектура там есть какие-то кусочки города он не весь он весь очень от неоднородный и мне нравится вот эти вот кусочки из которых я собрала уже мотивы создала книгу там есть почему там это олекс это кирмис там происходит там всегда оно не всегда стоит но но она часто достаточно мне вот архитектурно нравится элеге кооператив в золинге очень прям симпатично ну кстати это первое наше где мы жили после приезда и оно выглядело как советский санаторий я извиняюсь да по сравнению с но я извиняюсь хотел бы дополнить что в твоем стиле наблюдается не только живописное что-то такое графически и иллюстрационно повлияли ли работа вин дизайне на вот создание синтез данного результата не так значит ин дизайн вообще к этому и какого отношения имеет на моё творчество творчество повлияло творчество климта я стала я на ли первая моя работа дипломная была сделана в графике и акварели в технике был золотой дождь сначала климта ну в общем то там было много вообще-то поцелуй больше а я люблю морожи а это где это лисер турнда это лишь турн а то лишь это это бывшая водонапорная башня между собой что только между нами но давай когда стану мэром дюссельдорфа может мы такую сделаем книжку про дюссельдорф кстати про дюссельдорф я уже нашу картинок было бы лучше я тоже начал уже я уже начала это предвыборную кампанию уже создала первую работу которую даже сюда принесла потом обратим внимание между прочим дюссельдорфе есть здесь тоже меня очень сильно вдохновляет это город где я училась и я его люблю всей душой особенно его променаду эту длинную где люди гуляют отдыхают люблю кусочки тоже дюссельдорфа да то есть нахожу какое-то здание вдохновляюсь им делаю фотографию на будущее возможно я его нарисую возможно как-нибудь я его обыграют а ты знаешь ты извини перебиваю но ты здесь очень хорошо вдохновилась людьми вот я вот как смотрю это действительно люди из золингена вот это правда на самом деле это не люди это статуи это статуя называется перхин парочка вот такие перчин там мужчина женщина значит там неважно там не определишь сразу будем считать вот поэтому мы тут все перебиваем поэтому давай говорим это все у тебя находится в цифровом виде это все находится в цифровом виде это все нарисовано в цифровом виде вот это вот ты все делаешь в этой программе и вот эти акварельные пятна которые выглядят как настоящий акварель на самом деле это все цифра то есть получается ты уже готовы даже к тому что продавать свои работы через анафти блокчейны где каждая копия стоит стоит каких-то денег потому что сейчас некоторые готовы продавать за валюту биткоин да то есть некоторые фотографы и художники уже что-то продают это прекрасные перспективы и есть у тебя на перспективы планы заниматься дизайном оформлении виртуальных миров возможно одежды конечно это это просто таких то необъятные горизонты где можно создать действительно все что угодно ты можешь создать картины для офиса можешь создать какой-нибудь мебель может создать одежду одежда уже даже существует мы говорили пока ты еще не была с нами мы говорили о том что майк выкупил да то есть ты реально можешь создавать все что угодно и главное что ты не ограничен ничем получается только своей фантазии то есть и там ты выберешь ты выберешь не надо производства иметь это в чехии или в китае чтобы там мебель выпускать это получается ну подожди если будут виртуальные города то надо как-то еще и архитектуру городов изображать а дерево а растения каждое растение вот цветочек нарисовал будет вот здесь еще в 3d ближайшие 10 лет сейчас будет все переноситься в трехмерный мир и как раз понадобится нарисовал клумбу и эта клумба стоит в каждом в каждом на каждом углу в каждом городе и каждого капает для нас нашла еще время с каждой клумбы тебе будет капать копейку с каждой клумбой да уже сколько мы прокрутим эту программу раз чтоб еще сколько кого настолько и будем я чувствую что мы так станет нашла свободное время это сейчас пройдет пару лет и все там лишь мета вселенная понадобится художник даже 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 в металле но мы когда как бы этому что створим мы придем к ней виде аватара да да мы будем красивые синие люди трое сидели ну аватар да нет вот этого мы же бросили да какие люди синие нет мы придем с бородами таки с ножами требует деньги то есть в принципе как бы возможности безграничны да то есть если давай так теоретически скажем что мы нашу программу переносим виртуальный мир даже ты сможешь нарисовать наши аватары которые потом аниматоры будут уже на статье аватары аватары они как будут создаваться программами или это тоже туда должен быть как-то сначала прежде чем рисуется аватар в 3d его рисуют сначала эскиз да придумывает художник ваш образ у меня например сделать а телефон какая-то программа у меня была я сделала какие-то делаю да есть но примитивный настоящий аватар должен даже поры кожи передавать вот я смотрел так уже готовый продукт это 3d программы делаю кстати видел илона маска 3d он уже выступает везде ну даже вот увеличивает его показывает даже на коже поры это делает все программа это делается программа под руководством любом случае художник ну конечно художник это художник сказал ну хорошо вот здесь пусть будут расширенные поры ну то есть как художник все равно где-то как-то управляет ей не просто человек я имею пока еще человек должен из этим к но именно вот есть конечно работа на нейросети все такое то есть это но все равно их придумывает чем я ну понятно понятно да понятно я имею ввиду художниц художественным каким-то видением я организовывая это все равно художник у тебя немножко присутствует такой сюрреализм да здесь как бы нет такого вот четкого прям понимание да здесь нарушены перспективы нарушена перемешку идет все там скажем символы символы натюрморт и так далее и даже виадук а у меня сразу такой вопрос возник тот мир что ты нарисовала когда станет виртуальным ты сама готова в нем жить да я думаю что это это будет великолепная и интересная идея наверное это вообще классная идея побывать в виртуальном мире художника который чтобы сверху вот вылетали нет ну конечно улитка нет ну вот например попасть вот в такой мир погулять среди гигантских там улиток да это было бы интересно понять человек можно мы вот погуляем по твоему внутреннему миру в виртуальном пространстве без проблем вот все как смотришь есть перспективы у тебя какие-то задумки может быть оформлять 3d игры сейчас же они будут все расти и расти то есть вселенная принципе чем хороша будет мета вселенная что любой фантазии будут дал код да я захотел там да каким-нибудь топотом податься я подамся к топотом я хочу податься к роботам я к роботам кому еще угодно и с ним там где-то за столом по себе ну так ну получается да ну получается то что раньше лечили такие мысли у меня между прочим в институте было до себя 30 лет назад там с кем-то делится лишь я вот хочу там податься с этими пообщаться был такой у меня персонаж именно столько лет назад в институте он когда выпил у него после пост вот этот вот синдром он рисовал трансформеры честно тебе еще нигде не было миша липовкин у него он вот так отходил от этого всего даже не не знал как назвать правильно пирожное он приходил в столу и дайте мне пирожное какое там название стоит он читать не помнил как в это рыжие и вот прошло 20 лет и сейчас он был бы актуален своими трансформерами просто очень многие люди видимо они были не поняты да были не поняты но ты вот готова создавать скажем 3d в принципе ты можешь это говорить прям как может быть сейчас сидит твой потенциальный работодатель который который будет создавать например офис надо будет какой-то больше софра игру игра картины да какую-то реальность за окном мир да конечно это это только зависит от даже технических возможностей то есть мне нужно освоить программу в которой это 3d это возможно сделать ты еще не делаешь 3d это еще пока просто это все у меня как иллюстрация идет то есть это все 2d но в принципе 3d это тоже обычно все начинается с 2d все мультики трехмерно то есть вот эскизы идут как бы вода планирование а потом это все уже я думаю что и это можно потом наверняка он придумывает какой-то app который из 2d делает 3d стопроцентно быстрее и проще на просто на одну только нажимаю что это можно было делать на слоение что-то такое похоже делалось да там достаточно примитивно конечно все это получалось но это в любом случае вопрос по поводу конфликтов окружающей среды ты когда ты же общайся с художниками да и ты когда перешла на электронный вариант своего творчества не было такое ой это там что-то рисует на айпеде это несерьезно а вот в краску въехать вот это серьезно замешать там дакал химик но это не то что конфликта просто очень трудно старому до уступить место новому это происходило всегда и везде если привычка уже есть здесь у нас тоже сидели старики мы их выгоняли но я считаю что она все останется из и альтернативное искусство и новое искусство и в классическая школа все это останется что потому что останется но она уже будет в новом скажем изложена перейдет а кто-то нет есть поклонники большие настоящие потрогать чтобы можно было увидеть следы масла до этого трогать если все будут сидеть и жить в виртуальной ну видимо останется какой-то мир еще долгое время или думаю что ты пока свои еще работы печатаешь да ты же как кстати зрители когда подходит к твоим работам да некоторые большинство понимает что они отрисованы в цифре да они ноги не понимают сколько это труда что это в принципе тот же труд как ты рисуешь кисточкой но только это все просто на айпеде да я могу отрисовать просто различные варианты даты это упрощает мне сокращает мне время например всего лишь инструмент но все равно мои это моя техника это моя моя задумка мое творчество мои идеи моя композиция да и каждый штрих нарисован реально а можно еще один коварный вопрос если я рисую например обычными классическими красками моя работа стоит 15 тысяч евро потому что она одна да я ее нарисовал все вот она одна она уникальна когда я рисую в цифровом я могу это скопировать всем своим друзьям конечно как в этом случае или даже то же самое авторские права ты выставила на фейсбуке я взял эту картинку специальная программа интерполировал в 12 раз распечатал были ребята я красиво рисую это конечно вопрос такой он если ты продаешь если ты готов к художник продавать и много копий ты соответственно снижаешь цену за каждую копию но если некоторые хотят выкупили тебя права и говорят я хочу выкупить вот этот оригинал и это мы уже знаем это существует сейчас да это если не выкупать а просто у тебя его будут просто воровать воровать она и воруются бесконечно то есть мы посмотрим но от этого она не становится хуже или лучше да ван гог он остается ван гогом его подсолнухи уже много раз до печатали подсолнухи в оригинале ты не украдешь нет а это уже считай оригинал если он запуск запущен в онлайн сеть потому что его не существует другой другой пространство да тут вновь нет конечно но это зависит от качества от количества ты идешь все равно на это все равно пока ты еще не узнавала как ты будешь защищать свои права но они уже давно почему может быть я должна должна быть здесь лога зашифровал я здесь зашифровал свою логу конечно везде его можешь найти другой не ну да я все теперь до конца программы буду искать заинтриговала но тут же я на то я на то я делаю всегда есть время на всех картинах одно и то же время нет я зашифровал свой маленький логотип на всех печатных работах и каждую свою работу которую я напечатала они там и так это я например говорю что вот это только на 20 экземпляров и как то есть в принципе когда с тобой договаривались выкупить картину мы с тобой договариваемся сколько будет копий сколько будет если бы я хочу чтобы это была одна тогда стоимость ты снимаешься всех с продаж там со всех стоков вот тебе ну во-первых я все работы не выставляю на продажу да некоторые работы я оставляю для себя и их продаю только я могу их продавать да это моя личная коллекция а во-вторых да я даю прямо написано там что это в единственном экземпляре работы в любом случае если это делать для какого-то там потребителя для какого-то индивидуально да то это просто не надо выкладывать в интернет теперь уже если его не выкладывать тогда про тебя никто не узнает выкладывать выкладывать то что ты не сделал для конкретного потребителя потом например я еще делаю некоторые для своих клиентов я еще делаю так что я немножечко изменяю работу то есть каждая работает она имеет свою собственную отдельную это благодаря тому что ты изначально создаешь их в цифровом виде да поэтому можно то я могу поменять там цвет я могу поменять я добавить могу какой-то элемент особо одно и то же работе ты ее на копии добавляешь да я могу поменять в принципе вот золинген ты вот как я его знаю первая родина здесь германии я его вот настроение ты передала точно вот ты знаешь я вот долго думал как его нарисовать я был сторонами нарисовать хороками с воронами и ты знаешь вот особенно вот с вот вот бедным лебедь черный лебедь настолько все радостью черный лебедь вот знаешь вот есть такая же песнь есть песня пробелами белые ведь черные черные уже она пробила это кузбел это там Ну что, да, интересно, нет, работа действительно интересная, если теперь интересно, ну допустим, еще будет дизайн помещений, дизайн какой-то, я не знаю, мебели той же, да, ты вот как-то это вообще собираешься вот разбиваться в этой области, потому что картины хорошо, картины украсят, да, 3D тоже хорошо ты, допустим, освоишь, что какие у тебя еще планы есть вот на эту метавселенную, ну там же все уйдет туда, может быть даже и автомобили, я вот не знаю точно, вот это настолько сейчас разговор еще такой у нас превентивный, непонятный, да, что мы даже не знаем, что там будет. Я хочу так сказать, есть много-много возможных вариантов, у меня же было достаточно вариантов пойти в одну или в другую сторону. Ну какие-то у тебя есть уже план какой-то? У меня есть определенные приоритеты, где я хороша, да. Вот, где? И я пойду туда, где я реально буду чувствовать себя профессионалом, я реально буду, смогу там что-то, действительно, что-то очень хорошее сделать, и, ну, может вдохновить людей, или сделать это так хорошо, чтобы платили деньги вот, да, за это. Ну вот, раскрой секрет, где ты считаешь себя, чувствуешь себя хорошо, ну, кроме того, что... Я себя хорошо чувствую именно в графике, именно в иллюстрации, я могу прекрасно передавать различные растительные элементы, то есть это же не обязательно должно быть какая-то машина, это может быть обои специально подобраны, да, это может быть какой-то предмет... Интерьер, любой интерьер. Это может быть в интерьере обивка, да, это может быть цветок в катке. Может, экстерьер, ты себя видишь в экстерьере. Вот, в экстерьере, конечно, я же говорю, лес нарисовать, да, пожалуйста, парк особенный, ландшафт такой, что никто никогда не видел, а бы хотел вот там вот покупать. Тут все никто никогда не видел, это было очень интересно, но передает вот атмосферу. Внутреннее ощущение. Какую-нибудь сказку, не знаю, эльфийский лес, что угодно, то есть это... там я буду действительно прекрасна. То есть ты счастливый человек, ты готова к этой метавселенной, то есть ты можешь, грубо говоря, создать себе свой мир, тот, который тебе нравится. Я могу даже мир, я могу... Я буду рисовать только квадратики, если ему скажут, Тёма, создай свой мир, я буду жить в квадрате. Ну ты будешь Пикассо. Так уже есть этот мир? В квадрате. Пикассо в квадрате, да. В 3D. В 3D. Да, уже есть этот мир, да, он уже существует. Нет, мир существует. Майнкрафт все рисуют, все в нем и живут, по-моему, дети. Ну, хорошо, а человека тоже будешь отображать аватара? То есть мы с Артёмом через 5 лет, а это уже прогнозы, через 5 лет мир, в принципе, будет уже переходить. Мы к тебе придем, скажем, слушай, мы программу переберем. Если кто-то себя видит в таком стиле... В каком? Как аватар. Вот, например, я нарисовала, сейчас я вам покажу, я же нарисовала... Ну, покажи сначала нашим зрителям, потому что ему это интересно. Да, нарисовала, вот, например, Артёма нарисовал. Артём уже нарисовал? Как тебе поверить? Ну, ты знаешь, похож. Может быть, в следующей жизни. Для этого он должен умереть и опять родиться. Это реинкарнация вселенной. Да. Тут, конечно, ты немножко поторопилась. А так, чтобы не спешить. Не спеша, ты можешь отобразить? Конечно, я могу. Наша программа, она же тоже перейдет в любом случае. Потому что к 30-му году, это уже прогнозы официальные, весь мир потихоньку перейдет в метод. Ну, может быть, не сам, весь, но его важная часть, скажем так, это удаленка, как русские говорят. Ну, удаленки. Да, будем на удаленке жить. Все такое прочее, это будет уже точнее. Так вот, вроде как бы пил вчера, а раз выходишь, свежий, да? Аватар потому что? Нет, ну, Аватар будет всегда свежий. Сразу хороший пример. Хотя, кто знает. Может, в Китае, например, есть социальная ответственность за это. Социальные баллы. Если, да, баллы, если Аватар будет пьяный, конечно, его лишат баллов. А я уверена, будут, потому что всегда есть, всегда есть хулиганы какие-нибудь, есть провокаторы. Это будут гитары с заплывшими глазами. Всегда будут кто-нибудь, кто будет вам хакернуть этого. При словах хулигана хакернуть Лёва покраснел. Да, он пишет, видишь, он пишет, он записывает наши мысли. Потом, вот первый же побежит открывать метр-сиган. Говорит, верните мне моего аватара свежего, да? А хулиган говорит, нет, пока деньги не заплатишь, не вернем. Аватара что-то точно можно похитить? Если так уже разобраться. Ну, доступ к аватарам. Функции, да, имел функции, доступ к аватарам. А похищать людей, богатых аватары, тоже будут? Ну, есть такое уже в Китае, у них очень большая индустрия. Очень интересная. Это когда твой персонаж в игре дошел, например, на 44 уровень, я похищаю доступ к твоей игре и вымогаю деньги, чтобы ты не начинал с нуля бегать обычным солдатиком, а вот твоего, грубо говоря, генерала. Ну, вот тебе и новый бизнес. Уже как бы есть новый бизнес, да. Да, но этот бизнес существует уже лет 10, по-моему, в играх. В играх уже существует. Ну, значит, это уже переносится в метр. Опыт, конечно, да. Нет, ну, давно уже это началось, на самом деле, да, уже давно есть 3D-игры, давно уже эти очки, и есть, ну, конечно, они еще примитивные. Для меня только эта программа из дома как-то выносит. Я бы до сих пор играл бы сейчас с этим. Ну, вот. Вот благодаря программе я хоть выхожу из дома. Вот, значит, нашу программу будем делать все-таки оффлайн. Ну, чтобы я не прижился к компьютеру полностью. Да, прилипнешь. А я тебе еще хочу сказать, и автомобили же не будет сказали, все. А зачем? Куда ездить? Куда ездить? Переносимся. И квартиры сейчас строят меньше гораздо. Говорят, что в планах уже 19 квадратных метров, это нормально. Ну, это капсульность. Капсульность. Может, ты бы давно об этом говоришь. А потом можно же будет создать свой лес. В доме, прямо в квартире. Раз открыл, а ты в лесу. Ты можешь хоть в Бразилию, хоть из Бразилии сразу же ощутиться. А потом можно доступ. Я купил себе доступ в Бразилию. Я себе купил доступ в лес, например. Ну, нас ждет веселая. Ты начнешь с Золингена, я так понимаю. Все, кто захочет купить что-нибудь в Золингене, такое эдакое, типа Гаррибо или там Цвилинг, они приедут. И вот онлайн они уже идут по Золингену. Представляешь? Еду в троллейбусе. Кстати, ну вот вы смеетесь, но на самом деле... Мы абсолютно не смеемся. Здесь же мы смеемся. Все, кто посмотрели мои работы, пришли даже друзья, они из Золингена, они приехали, посмотрели, говорят, а где это место? Я хочу туда. А отображение идеальное, я тебе скажу. Ну, оно не идеальное. Но, естественно... Нет, я имею в виду как отзыв души. Я не имею в виду ощущения. Я не имею в виду сейчас это вот... Видел ли я там улитку? Да, видел тоже, кстати. А позже это можно. Нет, да, да. Это однозначно. Ну, когда ты передаешь, когда ты пишешь картину, ты, конечно, часть души свои вкладываешь. И ощущения, когда другой человек, у другого человека это отзывается также в душе, значит, ты передала правильно. Настрой. Настрой картинка. Засмотришь, да. Да, действительно. Для наших зрителей, которые еще тебя не знают по подкасту, который мы снимали, да, больше года назад, где можно посмотреть твои работы? Кстати, у меня... Я тоже перешла в онлайн. Мои работы можно посмотреть на... Не без народа. www.sgrt.de Не www, а перевернутая me. Да, три раза перевернутая me.sgrt.de. И еще я себе создала отдельный сайт, где я выставляю все свои работы. Ты понял, у тебя есть отдельный сайт? Нет. И у меня? И у программы нет? Ну, обращайтесь. Люди уже там. Люди уже там. Я сделаю вам, если вам надо, я сделаю вам отдельный сайт для каждого. Нет, нам для программы. И для программы сделаю. То есть, это ты вот сейчас говоришь так вот, да? Ну, все, смотри. Записали. Записали. Мы дадим, ты мне пришлешь, мы дадим в описании к этому видео. Да. Вы посмотрите в описании к YouTube сайты, которые сейчас Таня назвала, потому что так можно настолько не запомнить. Там можно посмотреть весь этот проект по Золингену, посмотреть все варианты цвета и даже фильм, как это создавалось. То есть, ты немножко еще есть у тебя обучающий фильм, скажем, не программа, а фильм. Это не обучающий фильм, а просто люди видят, как создается сначала на основе эскиза, а потом как создается деталировка, как разукрашивается, поиски мои все видны. Слушай, а о педагогической деятельности твоей мы не поговорили. Ты же еще и педагог. Я педагог. По образованию у вас на каком случае? Да, я педагог по образованию. А есть порох в пороховницах? Вот хочу быть педагогом. Только если я уложу своего ученика, который потенциал, говорит, я хочу, хочу. Слушай, а почему не взять группу? Ну сейчас же такое направление. А мы не похожи на потенциальных? Мальчик 41 года может быть? Конечно. Любой может быть. И, по-моему, уже в вашей программе мы уже много раз говорили, приходите, да, с 5 до 90 лет дверь открыта для любого. У меня была тоже старушка, она пришла в 65. Она пошла на пенсию в 65 лет. Старушка? Сейчас на тебя здесь обидится у нас 40% зрителей. Хорошо, я скажу, пенсионерка, да? Сейчас 65%, потому что они не получают пенсию. Не правда. Эти получают еще. Мы уже нет. Мы это вырезать не будем. Женщина в возрасте. Дама в возрасте. Сеньора. Сеньора, хорошо. Она пришла, значит, почему она пришла ко мне? Она говорит, я вышла на пенсию. Мне заняться нечем, а я всегда хотела. А мама не разрешала, потому что говорила, что надо быть бухгалтером. Красками вонями. У нее целая галерея. Целая галерея ее работает. Очень хорошая. В перспективе, хочешь школу открыть или не хочешь? В виртуальном пространстве. В виртуальном, разумеется, пространстве. В мета. В мета-школу. Ну, я не буду на это пока отвечать. Потому что это, да, не все же я должна сейчас все рассказывать. Ну да, я согласен, согласен. Секрет должен какой-то, должна быть интрига в нашем самом деле. Ну что? Ну что, да. Я так понял, что нас ждет очень веселый, красивый мир под названием «Метавселенная». Да. В котором каждый может быть тем, кем он всю жизнь хотел или хочет. Я мушкетером. Мушкетером? Да. Ну давай. А что? Можно попробовать. Таким хочешь быть в виртуальном мире? Хотела бы быть в виртуальном мире. Да я уже в виртуальном мире. Я стяжу на своем месте. Аватар. Вот какой образ. Не думаю, что я чем-то буду сильно отличаться. То есть ты хочешь оставить за собой? Я прекрасно, да, в ладу с собой. Я на том месте, где я нахожусь. То есть ты не будешь у мушкетеров, кто там был? Подожди. Миледи? Или Миледи, или Констанция. Бонус. Нет, нет, нет. Это как-то слишком эпатажно все. Не хотел бы, хотя я им был. Я им был в третьем классе. У меня был костюм. Мушкетерый космонавт. Ну, все. Теперь не знаю, кем хочу быть. Ну, космонавт. Ну, что это, когда мне спрашивают, я думаю, космонавт. Все нормально. Мушкетерый космонавт в прямом эфире. Да, что-то. Полетим куда? Да. Ну, что, будем заканчивать программу, да? Друзья, конечно, мета-вселенная, она, наверное, все-таки поглотит весь мир. И, скорее всего, это произойдет уже, как и это признано, и, говорю, это не я, а пестрит весь интернет до 30-го года, 2030-го года. Ну, не оставайтесь равнодушными. Я не знаю, будет ли кому-то уютно в ней или неуютно в ней, но я уверен, что при желании каждый из нас может найти там себе достойное место. Как считаешь? Я думаю, ну, постараться стоит. Стоит. Тем более, что у вас уже есть наглядные примеры. Надяна, спасибо. Было очень интересно. Причем, работы действительно классные. И действительно передают весь настрой. Это правда, потому что я неоднократно бываю в Зорингене, и действительно я его узнаю. Благодарю. Да, поэтому... После этой программы, может быть, выйдет еще небольшое видео, где мы покажем картину. Да, да. Оно будет видео такое менее официальное. Обязательно посмотрите на нашем канале. Полистаем книгу более детально. Да, это интересно. Посмотрим картину, потому что Таня нам с собой, она вот там стоит, привезла, да. И мы это сейчас заснимем. И после нашей программы, которую вы смотрите, как всегда, на YouTube-канале «Дюссидорф по-русски», на Facebook-странице «Дюссидорф по-русски», в группе «Германия Лайв», а также в Телеграме и Инстаграме. Ну и уже по старой доброй традиции, наша программа выходит в формате и подкастов, которые вы с удовольствием, конечно же, слушаете в Apple-подкастах, Google-подкастах и Spotify. У меня родился вопрос, а как теперь лайки ставить? Бесконечностью или все-таки ставить? Я думаю, лучше уже в виде меты. В виде меты. Да, бесконечности. Ставьте восьмерки, только провернутые. Всем здоровья, удачи, встретимся еще пока что в реальном мире. Берегите себя и своих близких. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok